Саламастар Махурмитто Тандастар. Здравствуйте, уважаемые соотечники. Я начинаю свой прямой эфир и хочу посвятить его сегодняшнему активному процессу, который происходит в Казахстане, а именно митингом, который организовал демократический выбор Казахстана. И наши требования были, Нурсултан не моя столица, Такаев не мой президент, руки прочь от Айгуль Акберды, нет строительства атомной станции, свободу политическим заключенным. И сегодня во многих городах вышли протестующие, сейчас идут прямые репортажи Азатык, очень много видео есть в сети, которые показывают, что сегодня народ Казахстана проснулся, мы долгие годы ждали этого дня, мы последние два года активно работали над тем, чтобы разоблачить этот режим, показать лицо режима, объяснить, кто вверг пучину проблем наших граждан, нашу страну, кто ворует миллиардами. И наконец сегодня наступил тот день, когда мы делаем шаги к нашей независимости. Тысячи людей сегодня открыто вышли на площади нашей страны, в Астане было шествие, в Астане люди озвучивали наши лозунги, требовали честных выборов, требовали свободы, они кричали «Бостандык», «Бостандык», и эта свобода наступит очень скоро. Сегодняшний день показал, что наш народ готов обедниться, готов добиться перемен, готов добиться изменений. Я хотел бы поблагодарить всех наших сторонников, которые сегодня вышли на площади, присоединили свой голос, голос протестующих, голос тех, кто хочет перемен, хочет свободы. Сейчас в Алматы, в Астане, во многих городах эти протесты продолжаются, полиция никак в этот процесс активно не вмешивалась, здесь были эксцессы в Астане, когда несколько человек ударили дубинками, затем ряд наших сторонников были захвачены, посажены в автобусы, но в итоге их выпустили. Безусловно, полиция будет применять именно силу, будет увозить наших сторонников в полицейские участки, будут составлять протоколы задержания, но в итоге все равно всех выпустят, потому что нет никаких оснований, юридических никаких, возможности у полиции задерживать наших людей. Я обращаюсь к нашим гражданам, обращаюсь с призывом поддержать протестующих. Сегодня их в Алма-Ате, в парке Горького, тысячи. Их много было и сейчас на улицах Астаны, их очень много. Я вижу, что вот в прямом эфире около 20 тысяч человек сейчас смотрят прямой репортаж АЗТК. Поддержите, поддержите протестующих, и вы увидите, как эти перемены произойдут завтра. Завтра, не просто на ваших глазах, именно в результате ваших усилий, вашего вклада в это сопротивление. 9 мая мы тоже будем призывать наших граждан выйти, выйти на акции протеста. Мы будем требовать, чтобы отменили эти лживые выборы, чтобы были честные выборы, чтобы каждый гражданин страны имел право, самовыдвиженца мог выдвинуться в кандидаты в президенты, чтобы отменили все эти ограничения, что только те люди, которые работали на государственной службе, могут выдвигаться в президенты. Чтобы отменили этого лживого кандидата Хасмжомарта Токаева. Мы будем требовать честных выборов. Мы будем требовать свободы политическим заключенным. Мы будем требовать свободы для нашего народа. Мы будем требовать, чтобы эта власть подчинялась народу, чтобы действительно выполнялись статьи Конституции, когда источником власти действительно является народ. И это возможно. Это будет. Это будет очень скоро. Это будет буквально завтра. Это будет зависеть от вас, от вашей активности. Я просто счастлив, что сегодня наша нация проснулась. Я счастлив от того, что наш народ сумел объединиться. Я уверен, что завтра объединение произойдет по всему Казахстану. Я уверен, что завтра именно народ сумеет избрать честный парламент. А честный парламент, представляющий интересы народа, назначит правительство. Мы ликвидируем должность президента. У нас будет настоящая свободная страна, когда голос каждого будет не просто услышан, а голос каждого будет влиять на будущее нашей страны, на эту власть, на все. Мы построим новую страну. Шаалкет. Аллах, Азахстан.